Выступавшего против войны экоактивиста лишили российского гражданства и особенно здесь примечательно что у активиста не было никакого другого то есть человек теперь остался совершенно без гражданства и с ним мы об этом поговорим у нас на связи Аршак Макичан Аршак доброе утро доброе утро расскажите пожалуйста как так вышло для тех кто не следил за вашей историей когда началась начался процесс лишения гражданства и к чему апеллируют суд и власти началось все это еще больше года назад когда я решил попробовать баллотироваться на выборы в госдуму и у меня были договоренности с яблоком они в последний день передумали меня выдвигать несмотря на то что я уже два месяца готовился к предвыборной кампании уже анонсировал то что я участвую в выборах и один из руководителей яблока сказал что поступили такие угрозы что меня и мою семью лишат гражданство в случае если они меня выдвинут и они не хотят меня так подставлять вот я тогда это серьезно не воспринял потому что яблоко тогда не выдвинула ни одного независимого кандидата практически всех кандидатов от фпк и большинство независимых кандидатов как и меня просто да не выдвинули и таких кейсов до этого не было до чтобы политических активистов лишали гражданства и мы просто с моими друзьями знакомыми посмеялись ну я и я продолжил заниматься активизмом но вот до мая этого года и я узнал что на меня завели такое дело просто зашел на госуслуги я к тому моменту уже был не в россии потому что я вынужден был уехать из россии да в конце марта я довольно активно выступал против войны так получилось что у меня с моей партнеркой пришла свадьба на 24 февраля и в итоге мы с нею сделали небольшую политическую акцию потому что у меня на рубашке было написано факт того и у полины было синее платье желтыми цветами да и это как-то завирусилось мы давали много интервью особенно на международном уровне и вот выходили на антивоенные протесты первые месяцы пока были в москве и да они еще были и в итоге да мы поехали в германию и думали что дальше делать потому что россия из авторитарного режима превратилась диктатуру да подумали возвращаться несмотря на все риски я про это писал у себя в фейсбуке вот написала через несколько недель до узнал про вот такое дело вот я был конечно же шоке потому что как такое вообще возможно я всю жизнь прожила в россии да и основания российское гражданство у меня просто предостаточно вот в самом иске основания были такие что какая-то часть документов которые ну а основание выдачи гражданство моему отцу была утеряна да и и и и тем самым они утверждают что отец подал какие-то ложные сведения когда мы получали но но документы утеряны у них и это просто непонятно в чем тут суть да и еще что дом где мы зарегистрированы находится в непригодном для жизни состоянии но мы зарегистрированы в московской области мы просто очень давно там уже не живем я учился в москве я учился московской консерватории вот и мы жили в москве и поэтому да очевидно что это дело политическое и самое страшное что ну это просто одно из возможно одно из первых дел да как когда-то начали признавать иностранными агентами да небольшим кого там 2014-м кажется да и это было тоже экологическое коэкозащиты я помню и вот сейчас мы видим какая уже ситуация да что этот новый инструмент репрессии тогда новый инструмент репрессии сейчас используется практически против всех крупных сми политических деятелей да и я боюсь что вот это просто одно из первых дел и не только я но и юристы поэтому мы стараемся бороться да благодаря новому первому работе первого отдела вот эти суды длились очень долго да я не знаю хорошо или нет но вот дело началось в июне первые суды были в июне но вот сейчас только решение вот насколько я понимаю это новая практика лишения гражданства политических активистов более того и члены ну мужчины из вашей семьи тоже подверглись лишению гражданства вы воспринимаете это тоже как давление на вас это очевидно что это давление да потому что в россии так принято и у навального брата сажали и все мы понимаем в какой мы стране жили и живем но это не новая практика такие метод ставления ну не давление на такие методы репрессии принимались во время советского союза многие говорят что бродского ссылали и тоже лишали гражданства но я думаю много кого тоже так просто это они решили вспомнить вот этот советский инструмент репрессии да просто все это произошло я имею ввиду решение суда лишение вас гражданства наряду с тем как люди сами отказываются от гражданства причем достаточно медийный но я например про тинькова сейчас вспомнила связи с этим хочу спросить какие у вас ощущения в принципе вас лишили какой-то связи со страной агрессором и страной которая ну творит дичь и ведет войну в украине нет ли от этого какого-то облегчения может быть даже смотрите вот когда мы говорим про миллиардеров да у практически всегда есть какие-то другие гражданства в европейских странах гражданство деньги и прочее подобное для меня это очень сильно сейчас усложняет жизнь потому что я не хочу просить убежище и застрять в одной стране так как моя партнерка учится другой стране да я хочу с ней все же иногда видеться так же это дело касается не только меня да и людей которые не могут уехать в европу и не хотят уезжать европу и бросать всю свою жизнь да когда вот начинают репрессии касаться уже не только активистов да то но это совсем уже другой масштаб и да и плюс еще это дело свели скорее всего чтобы запугать других представителей меньшинств россии да чтобы они вот не участвовали политической и общественной жизни как это старался делать я да большая часть людей которые армян и других здесь не эти титульные нации обычно боятся участвовать в политической жизни и я тоже боялся потому что с детства сталкивался ну с расизмом и и я переборол в себе этот страх потому что я понял что здесь ну я всю жизнь живу в этой стране и это нормально что я участвую и высказываюсь тоже да я не должен бояться высказываться потому что там какие-то русские да говорят что и уезжай к себе и я начал участвовать в этой жизни политической и общественной и у меня начало что-то получаться потому что все равно в россии огромное количество адекватных людей если ты делаешь что-то полезное вот люди присоединяются к тебе и и в итоге ты тоже можешь добиться изменений и стать полезным вот и поэтому мой какой-то конкретный пример был такой таким показательным примером что и даже армяне могут участвовать в политической жизни если они говорят что-то адекватно даже вот представители не от титульной нации а для такой официальной идеологии которую продвигается да понятно что у российского режима нет какой-то прямо идеологии потому что да у нас там маргарита симоньян там довольно публичное лицо но я все же продвигал какой-то условную правду да и продвигал какой-то здоровый патриотизм да сейчас когда меня решили гражданство я не говорю что ой здорово меня лишили гражданство я перестал быть частью преступной стороны да я говорю что я люблю россию я прожил в россии всю жизнь и я боролся за светлое будущее россии и я продолжаю это делать я продолжаю в соцсетях выступать что-то адекватно за за то чтобы война остановилась и люди как я такие люди как я могли вернуться в страну которую они любят потому что большинство людей которые уехали активистов они все очень любят эту страну они случае скучают по этой стране мы потеряли свою нормальную жизнь да я просто странно говорить на наша страна бомбит украину какие-то ужасы происходят но мы правда любили и любим россию мы хотим в ней жить и приносить ей пользу аршак можно несколько технических вопросов мне все-таки хочется понять как это работает и как это могут применять к другим какие именно ошибки были поданы при полу были допущены при получении гражданства вот про жилье я услышал а ошибки в документах какие были можете уточнить я говорю что ошибок не было там утеряны документы у них а утерян какой-то журнал где были основания выдачи документа то есть ошибок просто не было не говорят что вот мы потеряли вот эти документы значит вы у вас не было оснований и да и как это все все в целом будет работать ну просто сложно понять вот прокуратура которая завела это дело она требовала еще решить на справа на имущество да понимаете куда это все идет если на ну суд в итоге не приняло эти предложения нас не решили права владеть имуществом в россии да но и если будут дальше появляться такие дела вот представьте что у всех активистов которые уехали да завести такие вот дела и лишить их имущество сколько это денег очень удобно для государства это будет можно всех мобилизованных расселить сразу сразу и не обязательно самаро арену самаре под это использовать да аршак правильный могу ли я спросить где вы сейчас находитесь я нахожусь в берлине в берлине вы туда приехали еще до того как вас лишили гражданство да я приехал сюда 20 марта вскоре после начала войны как теперь скажется лишение вас единственного гражданства на вашем дальнейшем пребывании в берлине и возможности перемещаться по миру вот я не знаю я встречался с юристами и обсуждаю с юристами в россии тут и непонятно какова будет практика да как это все будет работать как они отменят мой загран паспорт который до двадцать четвертого года или нет непонятно как это все в дальнейшем будет работать вот у меня пока еще только виза до конца этого года я не знаю что дальше делать и я все же надеюсь на какую-то помощь от европейских политиков потому что ну это какой-то беспрецедентный кейс и европейские политики должны ну хотя бы поддержать меня предложить какие-то решения для таких людей как я так как я не хочу просить убежища я не хочу застрять в одной стороне далее не иметь возможности видеться за своей партнеркой да я хочу продолжать заниматься активизмом приносить пользу и мне кажется тут какой-то очень очевидный случай когда европейские политики должны показать свои ценности и поэтому я сейчас довольно много интервью даю на международном уровне и говорю вот что вот смотрите такая проблема да я неплохой вроде человек я был против войны еще до войны давайте вы мне тоже поможете и чтобы я продолжал мог продолжать заниматься активизмом и мог продолжать это делать эффективно подождите а почему убежище не варианта но не дает возможности выезжать из страны в которой вы получили политическое убежище до стрелать в одной стране был более полугода этот второй смысл по заявлению основной на университете в контуре вы можете брать расписаться и вы поможете в чём я буду с вами подождать себя конкретно между имей-то когда на университете Then it is not only a multi-short or a multi-square нас а то я говорю я считаю что это это очень важно они должны быть нередко но я думаю все это просто так сильно университет в том числе что и не хотя бы стоят видов и при котором университет они могут жить по идее либо здесь быть много сулитов и ну что мы можем вопросы, а можно ли в принципе получить другое гражданство теперь, не имея предыдущего? Потому что, а какие документы? Ни одного действующего документа большего Аршака, я так понимаю, нет, да? Если вы лишили гражданства, значит, его паспорт и национальный, и загранпаспорт, и все прочие документы сразу теряют актуальность. А чтобы подать на какое-то гражданство заявление, нужно иметь хоть какой-то документ. Интереснейшая ситуация. Людям без гражданства можно получать такой условный вид на жительство, что-то похожее на это, на территории той страны, в которой они сейчас находятся, но это тоже все в разных странах очень по-разному работает. Да, можно получить документ человек, лица без гражданства. Такие варианты есть, но потом с таким документом тоже довольно сложно ездить по миру, и, как я сказал, мне важно сохранить какую-то мобильность. И я не хочу как-то... Ну, я и говорю, должны, что европейские политики должны проявить цель государственность, потому что без каких-то вот таких проявлений вот мы не найдем решение этой войны. Если европейские политики действительно хотят остановить войну, они должны помогать активистам, российским активистам тоже, потому что мы часть решений. мы предпринимали какие-то огромные усилия, чтобы постараться остановить войну. Мы выходили на улицу, рисковали своей свободой, и поэтому... Ну, я тоже не должен был, да, рисковать своей свободой все эти четыре года, выходить на улицу каждую пятницу, говорить про все эти проблемы. Но это дело, потому что есть какой-то гражданский долг от россиянина, да, который я выполнял, и из-за этого меня не лишают гражданства. И мне кажется, есть что-то и на каком-то международном уровне. Вот это решение противоречит международному праву. Вот и в чате, в чате, знаете, тоже пишут о том, что есть обязанность. Ну, есть мнение о том, что действительно режут слух, формулировка должны. А есть мнение о том, что обязанность это у европейских государств все-таки есть. Они все подписали конвенцию о соблюдении прав человека, пишет Ледуха. И только Россия, когда подписывает обязательства, думает, что ничем не обязанность. И просят уточнить, да, еще. Это не первое ваше гражданство? Ведь единственного гражданства полученного порождения невозможно лишить? Это приобретенное гражданство? У меня и у моих братьев это конкретно первое гражданство, потому что мы всю жизнь прошли в России. Я живу в России с одного года, да, вот. Но это приобретенное гражданство, вот. И отец отказался от армянского гражданства, когда получил российское. И поэтому, вот, это у всех, у кого лишили гражданства, это единственное гражданство, да. Вот. Понятно. Но вот говорят тут про анансеновский паспорт. Про это думали? Люди очень много всего советуют, да. И говорят, что ты можешь получить армянское гражданство и многое прочее подобное. Но тут нужно понимать, что, во-первых, важно продолжать какую-то легальную борьбу, чтобы эти случаи не коснулись других россиян, что мы и делаем. И, во-вторых, да, ну, я не знаю, например, безопасно ли мне находиться в Армении, да, вот. Потому что Армения все же подписала огромное количество документов, да, подтверждающих, что если Россия заводит на активистов уголовные дела, то Армения выдает, да, людей. И, например, мы с моей партнеркой ездили в Грузию, вот, еще в феврале, и там за нами тоже была слежка. А сколько там российских агентов в Армении, да. И сейчас там много людей прячутся от путинского режима, но насколько это безопасно, и это такой очень открытый вопрос, и про это сейчас мало говорят, да. И я говорю, что вот это новый, типа, инструмент репетий, да, который может коснуться к будущим миллионам людей. И точно так же нужно думать про то, что, ну, не очень безопасно россиянам сейчас находиться в Армении, да. И плюс еще, да, там тоже война, не будем забывать, и я все же, ну, я, ну, это совсем другая война, и там ситуация совершенно другая, но я все же, наверное, пока еще не готов идти умирать на войну вот таким образом, потому что я все же считаю, что у меня другая роль. Я российский армянин, и я все же могу приносить пользу немного иначе. Спасибо, Аршак, за то, что есть желание приносить пользу, несмотря ни на что. Желаю вам удачи, и надеюсь, что вы еще будете иметь возможность приносить пользу и стране, и миру. Это был Аршак Макичан. Спасибо большое, да, экоактивисты, Аршак, и антивоенный активист в том числе. Благодарим за комментарий. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok